Всем привет! Это Jonathan Little для PokerStrategy.com И сегодня я буду разбирать СНГ на 180 человек за 4 доллара, который сыграл один из пользователей PokerStrategy и попросил меня его разобрать. И, кстати, если вы хотите, чтобы я разобрал вашу историю рук, то присылайте ее в саппорт PokerStrategy. Они будут более чем рады передать ее мне, а я буду более чем рад ее разобрать, потому что мне сейчас сложно играть в онлайне, так как я живу в Америке. Ну и на этом давайте начнем и посмотрим, как пойдут наши дела. Сразу же идет рейс, и Hero калирует с Тузом Дамой Одномастными. Он у нас отображается как Hero. Судя по всему, он не хочет, чтобы мы знали его ник. Я считаю, что этот колл нормальный, но здесь также можно было бы сыграть ререйсом. Нет ничего плохого в том, чтобы ререйзить с рукой, которая всегда будет на value. Но колл также нормальный при условии, что мы будем аккуратно играть на постлопе. Вам надо подойти к этой ситуации с большой осторожностью. На флопе Hero заколлировал, и на черни его оппонент просто опихнул. Это одна из этих интересных ситуаций, которые возникают на низких лимитах, где у нашего оппонента будут или же нации, или же какая-то рука, которую он хочет защитить. И я думаю, что здесь это какая-то рука, которую он хочет защитить. И на вскидку я бы сказал, что это что-то вроде Туза 10, ну или же Туза Валета, Туза Дама или Туза Короля с бубной. И против такого спектра Туз Дама, разумеется, стоит не очень хорошо. Единственная ситуация, в которой Фолл с нашей стороны будет плохим, это если он пихает какие-то Туз 9 крестей, потому что у него есть Туз, и он не хочет, чтобы его перетянули. Но я не думаю, что это будет случаться слишком часто, поэтому я здесь не против Фоллда. Я помню, что очень давно, в ранней стадии СНГ за 200 долларов на пати-покере, с Тузами лучшей игрой было просто запушить на префлопе. Было удивительно, насколько часто кто-то калировал, думая, что вы гэмблите или же с какими-то десятками, просто потому что они не хотят выкидывать свои десятки. Раньше такое работало, но в современных играх я думаю, что это глупо. Такие пуши никто не будет калировать. Ну ладно, здесь Хироу чекнул на префлопе. Этот парень ставит в 2 раза больше пота, получает кол, и Хироу также решает заколировать. Я считаю, что с двойным гадшотом и боготорным флаж-дро это нормально. Это хорошо и стандартно. На тернии выходит не самая лучшая карта. Этот оппонент ставит, и Хироу просто скидывает. Я считаю, что это нормально. Когда этот парень тонкает и потом пихает, я бы сказал, что у него там как минимум сет, но мы сейчас все сами увидим. А когда этот парень на флопе делает большую ставку и потом рейзит тёрн, я не знаю, что у него там может быть, но я бы сказал, что у него там какие-то две пары, ну или же какие-то тус-семь, с которыми он сходит с ума. Но, скорее всего, у него там все-таки что-то очень хорошее. И я думал, что у них обоих хорошая рука, но казалось, что у них полный мусор. Довольно безумная рука. И я уже могу сказать, что мне в этом видео будет сложно давать оппонентам спектры, потому что они сходят с ума без каких-либо на то причин. Парень с тузом-королём явно не самый лучший игрок, потому что он их заслоуплеил, и потом думал, что он хорошо выставляется на постфлопе. А парень с валетом 9 явно не очень хороший, потому что на флопе он заколировал ставку в два раза больше пота с воздухом. Так что здесь творятся очень хитрые вещи. И нам явно будет очень сложно сузить чей-то спектр. Когда вы с самого начала видите всякие безумные вещи, вам следует обратить на них внимание. Давайте посмотрим, как этот Анино проиграл стэк. Он упал до нуля с 6 тысяч. Забавная игра, этот покер. Он ставит в пот на флопе. И пихает на терне. И такие пуши на терне обычно очень плохие, если у вас что-то вроде топ-пары. Я, кстати, недавно играл в турнир World Poker Tour. И в начале второго дня у меня был стэк 100 ББ. Я был на маленьком блайнде. А на большом блайнде была леди со стэком 50 ББ. Я зарезал с маленького блайнда королей. И она заколировала. И вышел флоп 7-3-2. Я поставил кантбет, где-то полбанка. И она сразу же запушила лоуин. Огромным овербетом. Я подумал, наплевать, буду коллировать. И у нее оказались 7-6. То есть семерки с плохим кикером, с которыми она боялась, что ее перетянут или что-то такое. И она начала вести себя, как будто это подстава подстав. И ей очень не повезло. Но на самом деле она просто отдала мне свой стэк без каких-либо на то причин. И, наверное, этот Анина именно это здесь и делает. У него что-то вроде короля. И если кто-то бьет короля, то его, конечно же, заколируют. А если нет, то они просто скинут. Поэтому очень часто Анина здесь делает очень-очень большую ошибку. Они оба коллируют. И они оба далеко впереди короля. И, кстати, у Анина оказалась именно такая рука, как мы и думали. Король. И игроки на низких лимитах так разыгрывают топ-пары. Особенно те, которые не понимают покер. Они боятся, что их перетянут. Они видят на борде много дро и думают, что я не хочу, чтобы меня перетянули, поэтому я буду пихать all-in. И в итоге они вот так плохо выставляются и проигрывают. Понятное дело, что оба других игрока нормально разыграли свою руку. Давайте теперь посмотрим, как он проиграл остальные фишки. Ну, для начала тут Hero Limpet с 5-4, что довольно интересно. Потому что при обычных обстоятельствах я бы сказал, что это очень-очень плохо. Но видя то, как сейчас играет Анина, я не против такой игры. Я даже думаю, что это нормально. Потому что мы хотим разыгрывать руки с игроками, которые раскидываются стэками. Но если они раскидываются ими, пихая на префлопе, то тогда это неправильная игра. И нам такие руки надо скидывать. Этот игрок заколлировал с дамосами одномастными. Ну, ладно. Довольно забавно. Здесь Анина снова пихает, и это нисколько неудивительно. И понятное дело, что у него тут будет очень широкий спектр. И этот диджей, безусловно, тоже немного не в себе. И я бы, наверное, не смог играть, если бы я сел за такой турнир. Потому что непонятно, что делают эти парни. Как вы видите, тут творятся безумные вещи. Диджей калирует три беты. Это определенно будет сумасшедший турнир. Ну, ладно. Здесь идет лимб. И диджей рейзит. Что, наверное, ни о чем нам не говорит. Мы не знаем, с чем он там рейзит, потому что пока что мы еще не видели его игру в простых рейзенных потах. По крайней мере, из того, что смотрел я. Так что здесь сложно сказать, будет ли у него value спектр, или же очень широкий спектр. И, в принципе, тут можно закалировать, но тут надо быть очень осторожными, потому что у нас не такие глубокие стеки. А когда у нас одномастный коннектор, даже против полного маньяка, нам надо иметь глубокие стеки. Он ставит, и херу надо скидывать, потому что у него ничего нет. Здесь, на мой взгляд, интерхок делает большую ошибку. Заметьте, что он чехрейзит флоп и пихает черн. Это такая же ситуация, как та, что мы обсуждали насчет того игрока, Анина. Я считаю, что у него здесь какая-то рука вроде топ-пары, с которой он боится, что его перетянут. Так что это, опять же, плохая игра. Этот колл с тузом 9 одномастными мне нравится намного больше, чем тот колл с тузом 6 одномастными минуту назад. Потому что здесь мы будем в позиции, и идет рейс меньшего размера. Обе эти вещи очень хорошие. Херу попадает в топ-пару, так что мы здесь, наверное, не собираемся скидывать. Диджей ставит, и Херу решает заколлировать. И против этого игрока здесь определенно есть вэлью в рейзе, потому что он сходит с ума. Если бы он в целом играл тайтово, то нам, конечно же, надо было бы играть коллом, но здесь я бы подумал над рейзом на вэлью. И также мы не хотим, чтобы игроки за нами продолжили играть. Так что я бы здесь, наверное, просто рейзил, без намерения скидывать. И теперь рейзит этот парень. И в играх на более высоких лимитах я бы сказал, что это довольно легкий фолд. Но в этом конкретном турнире я бы, наверное, запихнул на вэлью, видя, как играют эти игроки. Но Херу заколлировал и попал в нации. Это хорошо. И на терне я бы снова коллировал, потому что наш оппонент почти наверняка тянет в мертвую, и мы хотим, чтобы он проблефовался. Когда мы здесь пихаем, он, наверное, продолжит только с какой-то парой лучше. Я бы сказал, с шестерками лучше. А все эти руки против нас тянут в мертвую, так что у нас здесь по большому счету нации. Поэтому в таких ситуациях лучше просто заколлировать и позволить им проблефоваться, думая, что у нас какое-то странное дро или пятерка. Но на самом деле у него оказался сет, и мы здесь стоим достаточно плохо. Но в целом я бы здесь все равно предпочел просто выставиться на флопе. Хотя, хоть в этой ситуации мы бы и выставились, почти не имея шансов. Но и на терне против большинства этих игроков лучше просто заколлировать. Здесь hero лимпит со второй позиции после лимпа из UTGM. Он чекает, и я бы здесь поставил 3 вайпоте. И хоть это и 3 вайпот, нам надо беспокоиться на тот счет, что у этого игрока может быть дама. Но чаще всего мы просто сразу же заберем этот банк. Ну и даже когда нас заколлируют, у нас часто будет лучшая рука. Они нас будут коллировать с шестерками, пятерками, двойками, с тузами хай, с такими руками. Я бы здесь поставил на релью где-то 75 фишек. Тут проблема в том, что много тернов будут плохими для нас. Любая десятка, валет, король или туз. Так что, если сейчас кто-то поставит терн, то нам придется выкинуть. Выходит очень плохой борт, и hero решает заколлировать. И в этой ситуации колл мне определенно не нравится. Мы проигрываем любой десятке, любому королю, и также мы проигрываем тузу валету. И все эти руки вполне могут быть в спектре этого игрока. Все, что мы здесь бьем, это чистые блефы. А у нас нет никаких причин полагать, что этот парень здесь будет проворачивать блеф. Так что hero проигрывает. Но ему здесь надо было ставить на флопе, он бы заколлировал, и мы бы хорошо вложили деньги. На терне мы бы сыграли чек-чек, и если бы на ревель он поставил, то мы бы могли скинуть. Так что мы бы вложили немного денег, находясь впереди, и это именно то, что мы хотим. Здесь hero коллирует рейс с карманными четверками, и в этом определенно нет ничего плохого. Мы попадаем в сет, на, наверное, самом худшем борде для сета. Всегда немного досадно, когда вы просите, дайте мне сет, дайте мне сет, и вам дают сет на монотонном борде, где много дро. И если все чекнут, то нам надо ставить, но мне кажется, что hero поставил слишком много. 300 фишек в банк 380, это многовато, до такой степени, что они будут продолжать только в том случае, если у них очень хорошая рука. Мы здесь особо не хотим их выбивать, если у них какое-то слабое дро, к примеру, валет дама с одной крестой. В таком случае мы не против, если они продолжат, потому что мы будем знать, как играть на любом крестовом терне, мы просто чекнем behind. И поэтому я считаю, что нам здесь надо ставить поменьше, где-то 220, чтобы попытаться собрать value с таких рук. Когда вы видите эти дро, которые они будут тянуть, нет ничего плохого в том, чтобы поставить поменьше. А когда ваши оппоненты тянут какие-то дро, о которых вы не знаете, к примеру, если бы это был радужный борт, мы бы также могли поставить 200 с чем-то, но дро в таком случае будут скрыты. Если выйдет тройка, пятерка, семерка, восьмерка или десятка, мы вполне можем проиграть каким-то дро, но нельзя знать наверняка. Так что о таких вещах всегда надо думать. В любом случае, Хиро поставил 300, и когда на борде дро, нам, конечно же, надо ставить побольше, но на монотонных бордах мы вполне можем ставить поменьше, потому что здесь очевидно, что будут тянуть наши оппоненты. Немногие там вас будут калировать и пытаться провернуть какой-то блеф на постфлопе, если выйдет еще одна креста. Здесь Хиро чекнул с тузом валетом и по большому счету попал в нации. И я не буду говорить, что я бы здесь определенно донгал, но это, безусловно, хорошая для этого ситуация. Когда у нас лимпованный мультивейпот, очень маловероятно, что кто-то будет ставить с чем-то хуже, чем топ-пара. И здесь проблема в том, что у нас топ-пара и также средняя пара, так что довольно маловероятно, что у кого-то будет хорошая рука. И когда это так, мы не хотим чекать и позволить, чтобы все прочекали. И на черн вышла одна из многочисленных плохих для нас карт. Любой король, любая тама, десятка, девятка, бубна или даже восьмерка с семеркой могут быть для нас плохими. Так что я бы здесь, наверное, залидил. Вот вышла семерка, и если мы поставим и кто-то за рейзи, то это будет очень неоднозначная ситуация. И мы сами себя в нее загнали, разыграв эту руку таким образом. Здесь все скинули, и Хироу явно даже не задумался об этом. Но тут явно надо подумать над тем, чтобы донгнуть на флопе. Здесь Хироу решает залимпить с Дамой 2 разномастными, и я считаю, что это определенно лиг. Довольно давно была большая дискуссия на тот счет, стоит или нет лимпить с СБ на АНИТУ. И, как правило, ответ будет нет. Даже несмотря на то, что на префлопе нашей шансы банка 7 к 1, это не совсем достаточно, потому что мы по большому счету пытаемся попасть в две пары и лучше. И вы должны подумать над тем, как часто вы попадете в две пары с Дамой 2. И ответ не так часто. И также над тем, насколько часто эти две пары будут лучшими к риверу, если ваш оппонент даст вам много экшена, и ответ также не очень часто. Так что в таких ситуациях лучше просто скидывать. У вас огромные обратные имплайдотсы, и вам очень сложно будет попасть в хорошую руку. Просто скидывайте, не создавайте себе неприятностей, и переходите к следующей руке. И это то, о чем я говорил. Хироу решает донгнуть. И в целом это хороший флоп для нашей руки, но в мультивой поте это не так. Если у ваших оппонентов будет какая-то дама, то они будут впереди. Также они будут впереди, если у них есть король. Если у них какие-то валят 10, то у них будет очень много аутов. Это не очень хорошая ситуация, но по большому счету это то, на что мы надеемся. То есть мы надеемся на не очень хорошую ситуацию. Хироу поставил флоп и получил 2 коллера. И на терне я бы всегда играл чекфолдом. Я не думаю, что мы здесь у кого-то выблефуем даму. В нас пихают, что конечно же глупо. И мы скидываем. Для меня это нисколько неудивительно. Здесь мы рейзим с бата на даму 7. И это нормально при условии, что Хироу понимает, что мы здесь по большому счету блефуем. Если ваши оппоненты никогда не скидывают на префлопе, то вам лучше скидывать такие руки. И если на префлопе вы рейзите с дамой 7, то здесь вам определенно надо ставить кантбет. На таком сухом борде ваш оппонент почти всегда будет играть чекфолдом. Поэтому здесь надо поставить ставку. На терне он чекает. И Хироу делает большую ставку. И я считаю, что это определенно лик. Потому что у него здесь явно ничего нет. А если у него ничего нет, то мы хотим, чтобы он остался в банке. Поэтому я бы здесь поставил где-то 150. Здесь Хироу снова рейзит с дамой 7. Ставит флоп. Ставит терн. И здесь я считаю, что это нормально, потому что наш оппонент заколировал флоп. Так что у него что-то есть. И теперь ставка на терне хорошая. Потому что мы ожидаем, что наш оппонент будет продолжать со многими руками. Здесь Хироу рейзит лимб с тузом королем. С виду Хироу хорошо разыгрывает готовые руки. Но делает ошибки в розыгрышах слабых рук. И также он вроде на префлопе играет слишком с пьюи. Здесь идет минрейз, 3-бет. И Хироу решает заколировать с тузом 6 одномастными. И это явно плохо. Я бы сказал, что это огромный лик. Мы находимся без позиции. И у нас рука, которая очень часто будет доминирована. На что мы здесь надеемся? Выходит плохой флоп. И Хироу скидывает. И с такими руками плохие флопы будут выходить очень часто. Так что нам определенно надо быть осторожными. Здесь Хироу снова рейзит лимб. И я не против такой игры при условии, что он часто будет стелить на постфлопе. Но я не слишком уверен, что он это будет делать. И тут еще одна ситуация, где я считаю, что Хироу ставит слишком много. Банк 490. И он ставит 380. Ну, по большому счету 390. Это слишком много. Мы здесь будем терять больше денег, чем надо в ситуациях, когда у нашего оппонента окажется туз. Хироу, наверное, ставит так много для того, чтобы заставить оппонентов выкинуть. Но здесь надо понимать, что никто никогда не выкинет туза. Это тоже плохая игра. Хироу калирует рейз с дамой 9. И он здесь очень часто будет доминирован. А в целом это не очень хорошая для нас ситуация. Если вы тут калируете рейзи с дамой 9, это то, о чем я говорил. То, что Хироу не будет достаточно часто стелить на постфлопе. Когда здесь все прочекали в 3-в-поте, у префлопрейзера явно не будет руки лучше, чем валет. Это означает, что это наш банк для того, чтобы его украсть. Но Хироу его не крадет. Натерний Хироу попадает в 9-ку и ставит на value. И такой бэдсайзинг мне нравится, потому что теперь наши оппоненты смогут заколлировать нас с худшей рукой. Так что этот бэдсайзинг мне нравится. Но на префлопе этот розыгрыш это ужасно спьюи. 8-7 на маленьком блайнде. И, в принципе, такой кол я еще могу простить, но в целом это фолд. Особенно если наши оппоненты хотя бы наполовину компетентны. Хироу снова донкает с парой и делает большую ставку на терне. И это плохо. Наши оппоненты здесь выкинут все руки худше нашей и продолжат играть только с руками, которые нас бьют. Так что это, опять же, плохая игра. Наш оппонент здесь скинул, но в этом нет ничего удивительного. Хироу ставит так много, что у него должна быть какая-то хорошая рука для того, чтобы продолжать. И что здесь будет хорошей рукой? Хорошая рука — это любая рука, которая нас бьет. Тут Хироу лимпит, пытаясь попасть в сет, и он в него попадает. Идет минбет, и Хироу решает сделать большой рейс. И, опять же, мне это не нравится, потому что это заставляет нашего оппонента продолжать только с монстрами. И все скидывают. И это почти как стандартное... Ну, это почти так, как играют пожилые игроки в оффлайне. Они просто делают большие ставки всегда, когда они думают, что у них лучшая рука. Но вы должны понимать, что то, что у вас хорошая рука, это не является причиной для того, чтобы делать большие ставки. К примеру, в этой ситуации для того, чтобы наш оппонент мог продолжить, у него должна быть хорошая рука. Но немногие руки, с которыми он здесь миндонкает, могут выдержать рейс 330 фишек. Для того, чтобы он мог продолжить, у него здесь должна быть хорошая рука, но у него ее не будет. У него тут, наверное, что-то вроде валет 10. Так что, если вы здесь рейтите, то вам надо рейтить где-то 180, потому что, опять же, ваш оппонент тянет почти в мертвую. Мне кажется, что Хироу слишком боится, что его переедут. Но если у вас переедут, это не конец света, это нормально. Тут Хироу калирует на префлопе, и донкает на флопе Тус 8-4. И это нормально при условии, что Хироу понимает, что он играет на чистом блефе. Лично я особо не донкую. Исходя из своего опыта, я могу сказать, что такую игру очень сложно сбалансировать. Обычно лучше пугать ваших оппонентов чекрейзами, потому что они знают, что вы будете довольно широко продолжать. Но донки нормальные при условии, что вы хорошо ими играете, но ими сложно хорошо играть. Здесь Хироу донкает стоп-парой, и это нормально. Но, опять же, здесь надо понимать, что если наши оппоненты начнут сопротивляться, то нам надо быть очень осторожными. Я удивлен, что Хироу здесь не поставил, учитывая то, как он играл до этого. Все залимпили, Хироу тоже залимпил, все прочекали, и Хироу не поставил стоп-парой. И я считаю, что здесь нормально было бы поставить стоп-парой, потому что у них очевидно ничего нет. И если мы тут получим чекрейз, то мы сможем легко выкинуть. В целом я делаю больше ставок на value, чем делает Хироу, но свои ставки на value я делаю с намерением выкидывать. К примеру, если мы здесь поставим и получим рейс, то нам надо будет выкинуть. В любом случае, Хироу чекает и натерник калирует ставки, и это нормально. Но на ривере это довольно сложная ситуация, потому что здесь сложно знать наверняка, лучше у нас рука или нет. Я бы тут, наверное, чекнул behind, потому что мы разыграли эту руку таким образом, которая заставляет нас чекнуть behind. Но я считаю, что лучше всего здесь было бы поставить флоп на value, поставить терн на value и на ривере чекнуть behind. В итоге Хироу выиграл, но я не уверен. Мне кажется, что он там упустил value. Так, здесь у нас идет лимп-лимп-лимп. Хироу снова играет на флопе чек-колом, и я считаю, что это немного спьюи. Отличные шансы банка, это, конечно же, хорошо, но вы должны понимать, что когда у вас хорошие шансы банка, это может означать, что ваши оппоненты пытаются заманить вас. Тут это, конечно, может быть не так, но когда у вас просто оверкарты, голые оверкарты, как здесь, лучше просто выкинуть. Потому что у наших оппонентов здесь могут часто оказаться руки вроде король 9 или валет 9, в случае чего, если мы попадем в короля или валета, то мы проиграем много денег. Также на терне могут выйти много карт, которые могут затянуть нас в неприятной ситуации, к примеру, если выйдет десятка червей. Это один из лучших чернов для нас, и нам придется коллировать еще одну приличную ставку, но это не будет идеально. К примеру, здесь мы зафлоутили, заколлировали флоп, этот парень ставит, и нам надо выкидывать. И это не то, что мы хотим, мы не хотим просто вот так задаваться. Хиро снова коллирует рейс, сдам и 9 на баттоне, и опять же, мне это не очень нравится. И когда он у нас чекает на таком борде, то я бы здесь практически всегда ставил. На терне он ставит, и хиро рейзит, это нормально. На ревер он чекает. Вот, хиро чекает бехайнд и каким-то образом выигрывает, и мне абсолютно не нравится, как он разыграл ту руку. На префлопе я бы скидывал, ну или же играл 3-бетом, 3-бет на префлопе также был бы нормальным. И когда у нас чекают на флопе, и мы находимся в позиции, то нам надо по большому счету ставить совсем своим спектром. Это сильно усложнит жизнь вашим оппонентам, потому что если они промахнутся, они не будут хотеть ставить кантбет, но в то же самое время они будут знать, что вы поставите и заберете этот банк, так что им будет очень сложно играть. Так что, по большому счету, когда кто-то чекает, он говорит, что у него нет хорошей руки. Если у него нет хорошей руки, то мы можем просто поставить и забрать этот банк. Но в любом случае, на флопе хиро чекает бехайнд и рейзит терн, что мне нравится. Но если вы разите терн, то вам надо ставить ривер, что-то около 1800, для того, чтобы заставить его выкинуть какую-то десятку. Вряд ли у него здесь есть туз. Так что я бы здесь ставил, чтобы заставить его выкинуть десятку, восьмерку, семерку, какие-то такие руки. Здесь идет рейзит трибет, и когда перед вами идет рейзит трибет, вам надо выкидывать очень много рук. Это самые основы покера, когда идет рейзит трибет. И, кстати, я недавно разговаривал со своими друзьями и спрашивал их, с какими руками они калируют трибеты. И ответ был не с какими. И я считаю, что с коротким стэком это хорошая стратегия. А в глубоких стэках мы можем калировать сколькими руками против конкретных игроков. Но с коротким стэком это плохая игра. И здесь у нас не глубокие стэки, потому что у обоих этих игроков 50-60 бб. Выходит хороший флоп, он ставит и хиро пихает, и это нормально. Но вы должны понимать, что он вас здесь будет калировать с любой хорошей уверпарой. Но в этот раз он скидывает, и это хорошо. В целом хиро играет очень лузово и броско, если можно так сказать. Тут хиро чекрейзит на борде 2-6-2. И это одна из этих прикольных ситуаций, где он ничего не изображает. Но в то же самое время наш оппонент тоже. Я не могу сказать, что я против такой игры, но против хороших игроков она не будет работать. На высоких лимитах вас уничтожит. Вот, если вы будете делать такие вещи. И вот это то, что нам надо делать. Рейдить на префлопе с мусором, ставить кандбет и забирать банки. Я рад увидеть эту руку, потому что это хороший стандартный покер, в который нам надо играть. Так, здесь я бы определенно скидывал на префлопе против рейза, даже несмотря на хорошие шансы банка. Мы не хотим смотреть слишком много флопов с такими руками. Ничего хорошего из этого не выйдет. На флопе идет чек-чек. И на терне херу играет чек-фолд. И я бы здесь, наверное, коллировал ставку. Я ожидаю, что на ривере он будет чекать бехайнд со многими пиками. И когда мы здесь коллируем, то ясно, что у нас есть пика. И если у него нет пики, то на ривере он чекнет бехайнд. А с хорошими пиками он поставит. Поэтому на терне я бы коллировал, ожидая, что я буду в половине случаев впереди. И на ривере я бы играл чек-фолд. Здесь у нас еще одна ситуация, где я считаю, что у нас легкий фолд. Идет минрейс и пуш. И даже с карманными четверками для нас это плохая ситуация. У этого игрока в худшем случае, наверное, будут оверкарты. И также рука может быть у первоначального рейзера. Поэтому, если мы играем с этой рукой, то нам надо пихать, чтобы изолировать. Но я не думаю, что это хорошо, потому что у этого парня очень много фишек. Поэтому у нас не остается хороших вариантов. Единственный хороший вариант это скинуть. Теперь мы играем мультифейпот с четверками. И это последнее, что мы хотим. Здесь мы попадаем в топсет. И это хорошо. Хироу ставит и получает минрейс. Это довольно сложная ситуация, потому что, когда он минрейзит, он изображает валета или что-то лучше. Два валета есть у нас, поэтому у него, скорее всего, нет валета. И что здесь лучше валета? Дамы, короли, тузы, восьмерки и двойки. Ну или какие-то валет восемь. И я полагаю, что с дамами, королями или тузами он бы трибетил на префлопе. Так что, по большому счету, он здесь изображает случайного оставшегося валета. Или же восьмерки с двойками. Я не думаю, что многие игроки стали бы вот так минрейзить с каким-то дро. Я думаю, что с дро, он бы делал рейс побольше, для того, чтобы попытаться выбить нас из банка. Ну или же они бы коллировали с дро. Я не думаю, что кто-то с дро стал бы минрейзить. Так что, это довольно прикольная ситуация, где наш оппонент изображает... Ну, вернее, тот спектр, который изображает наш оппонент, очень тайтовый, учитывая две наши карты. Так что, я бы сказал, что в его спектре здесь будут восьмерки, двойки или случайный валет. Хиру решает сыграть трибетом, и мне такая игра не нравится, потому что, если у него здесь будут восьмерки или двойки, то мы все равно выставимся к риверу. Нам не надо это делать сейчас. И если у него последний одинокий валет, то мы, скорее всего, заставим его выкинуть. Я не думаю, что он здесь будет коллировать, к примеру, с дамой валет. И это явно не то, что мы хотим, когда он тянет в мертвую, поэтому мне такая игра не нравится, и я бы здесь просто коллировал, и уже позже запихнул бы оставшиеся деньги. Но он коллирует, и я бы сказал, что у него валет восемь, карманные восьмерки или карманные двойки. Я понимаю, что довольно безумно настолько сужать чей-то спектр, но, учитывая наши карты и то, как он сыграл, у него здесь ничего больше не может быть. Валет восемь, восьмерки и двойки, ну или, может быть, туз валет, с которым он упрямится. А на тернии выходит семерка, и хиру чекает. И я не знаю, я никогда тут не буду требатить на флопе, поэтому у меня нет опыта в этой конкретной ситуации. Это не слишком хорошо, учитывая то, что у нашего оппонента должен быть очень нациевый спектр. Я не думаю, что здесь кто-то скинет валета восемь или же сет, поэтому на тернии я бы продолжил ставить. Но здесь проблема в том, что, учитывая то, как мы сыграли, у нас могут быть десять девять. У нашего оппонента они не могут быть, а у нас могут. И по этой причине чек может быть нормальный. Но я бы здесь совсем своим спектром ставил небольшую ставку, то есть с нацами, потому что я не знаю, зачем кому-то играть таким образом с чем-то, кроме нацов. В этом проблема три бета на флопе. Мы по большому счету говорим нашему оппоненту, что у нас нацы. Ну, наверное, кто-то играет таким образом с валетом, к примеру, с дамой валет. Но это не то, как играют хорошие игроки. В любом случае, на тернии я бы делал маленькую ставку, где-то две тысячи, чтобы заманить его. Он ставит три тысячи пятьсот. И тут у него могут быть или же десять девять, которые мы исключили, или же валет восемь, восьмерки или двойки, как я и говорил. И я не думаю, что он здесь скинет этот спектр. И я бы здесь просто пихал, потому что мы не хотим, чтобы на ригере вышла бубна, десятка или девятка. Я думаю, что если выйдут эти карты, то это убьет экшен. Если у него здесь сет, то он не скинет. Я думаю, что у него здесь или сет, или валет восемь. И ни одну из этих рук он здесь не выкинет. И раз он не скинет, то я бы здесь просто запушил. Последнее, что мы здесь хотим, это чтобы на ривере вышла одна из плохих карт, которая убьет для нас весь экшен. Но хироу коллирует. На ривере выходит бланк. Он чекает, и его оппонент пихает. Ну, вернее, он поставил под алин хироу. И, разумеется, у нас очень легкий колл. У нас топсет, и наш оппонент не может быть впереди, если только он не минрейзил флоп со стрит-дро. И, как я уже говорил, люди не минрейзят флопы со стрит-дро. Они просто этого не делают. И у него оказались карманы и двойки, что нисколько неудивительно. Здесь хироу лимпит с маленького блайнда, с валетом 9. И, наверное, это нормально, но я бы их просто скинул. По той причине, что оба этих игрока довольно короткие. И здесь особо ничего хорошего не может случиться. Так, идет пуш в два раза больше банка и колл. И здесь вам надо подумать над тем, что будет, если вы заколлируете, промахнетесь на черне и чекнете. Будет ли ваш оппонент пушить со всем своим спектром? Если да, то, наверное, нам лучше самим запушить на флопе. Но если вы думаете, что он будет чекать бехайн, то тогда, наверное, лучше будет заколлировать. Но я не знаю. С другой стороны, если у нас есть ауты на валета, то мы здесь в любом случае можем пихнуть. Но нам здесь надо беспокоиться насчет этого игрока Свена. Так, что я пытаюсь сказать? Ну, мы определенно хотим, чтобы в банке были его деньги, потому что у нас дро, у которого где-то 35% equity. И его деньги уже в банке, поэтому я считаю, что мы здесь сможем зарезить. Да, я бы здесь пихнул. Я думаю, что это было бы правильно. Если бы у нас было дро получше, к примеру, король валет, конкретнее король валет пикей, то я был бы не против заколлировать, потому что тогда мы не против, если он останется в банке. Но здесь я бы просто пихал. И у нас действительно были ауты на валета. Херу повезло, и он выиграл приличный банк. Херу рейзит 4-5 с баттона, и я бы этого не делал, потому что на блайндах сидят два коротких игрока. Они достаточно часто будут в нас пихать. Херу снова слоуплеит топ-пару в довольно плохой ситуации. Наш оппонент довольно часто сможет на терне попасть в карту, которая его усилит. И это противоположно тому, что мы хотим. Теперь на терне херу ставит, но здесь надо подумать над тем, что будет, если наш оппонент сыграет чек-рейзом. Если он чек-пушнит, то лин. Это была бы довольно неприятная ситуация, в которую мы попали по своей собственной вине, поэтому я бы ставил на флопе и выставлялся. Кстати, это довольно длинная история рук, я только что это понял. Наверное, я буду побыстрее ее проматывать и обсуждать только большие руки. Здесь идет рейз и кол, и у нас карманные тузы. И это, разумеется, хорошая для нас ситуация. Я бы здесь играл ререйзом, но я бы его делал где-то примерно 975. Я думаю, что в таком случае они оба часто заколируют, что было бы хорошо. Ну или же немного побольше, где-то 1200, где-то так. Не надо рейзить где-то 1800 и выбивать их из банка. Я очень часто вижу, как слабые игроки такое делают в оффлайне. 1200 это нормально, и надо надеяться, что они заколируют. И когда на сколирует только один игрок, мы никогда не будем думать о фолде в этой руке. Но на флопе я бы ставил поменьше, и я бы здесь ставил поменьше со всем своим спектром. Если бы я отребетил с тузом-королем, с карманными валетами, с туз-дамой, с королями, неважно. Я бы ставил где-то 1400, чтобы мой оппонент сделал что-то глупое. Поэтому такая большая ставка мне не особо нравится. И судя по всему, у хиру это стандарт с монстрами. 3 четвертых пота или больше. Я считаю, что это лик, особенно если хиру поднимется на более высокие лимиты, где игроки смогут прочитать его спектр, основываясь на бэдсайзинге. Но этот парень явно не из таких, и это мне тоже не нравится. Он чекает, и хиру решает запушить all-in. Я считаю, что это плохо, потому что мы заставляем нашего оппонента иметь даму для того, чтобы заколировать. И если у него дама, то мы должны понимать, что он тянет почти в мертвую. А когда ваш оппонент тянет в мертвую, нет ничего плохого в том, чтобы оставить его в банке. Так что на терни я бы ставил около 3600, чтобы заманить его в банк. Он эскалирует, и как вы видите, у него были ауты только на даму. И чаще всего будет случаться именно такое. Но хорошие игроки здесь найдут фолт, потому что они поймут, что в вашем спектре будут тузы короли и может быть туз дама. И против такого спектра туз дама, понятное дело, стоит не очень хорошо. Здесь хироу рейзит с 9-8 дамасными, попадает в плохой флоп и скидывает. Это нормально. Мне нравится, что хироу мин рейзит. В целом это хорошо. И еще одна вещь, которую делает хироу, и которая, на мой взгляд, ужасна, это то, что он недостаточно часто ставит кандбеты. Если вы рейзите много рук, то вам надо часто ставить кандбеты и красть банк. А чекая behind вы это не сможете сделать. Здесь хироу решил зафлоатить терн, и я не фанат флоутов на терне, потому что они не очень часто работают. На ривере наш оппонент чекает, и нам, понятное дело, надо ставить. И тут это срабатывает, но не стоит слишком часто флоатить терны. Если вы будете очень часто флоатить терны, то вы снова и снова будете оказываться в неоднозначных ситуациях. Хироу ставит кандбет с топ-парой, и, судя по всему, у него нет проблем с кандбетом, имея топ-парой лучше, но он недостаточно часто делает их с полным воздухом. И это не очень хорошо, потому что нам надо почаще ставить кандбеты с воздухом, так как мы хотим красть банки. Здесь хироу калирует с дамой 10 без позиции, и я бы предпочел или фолд, или трибет. Руки вроде дама 10, дама валет, король 10, король 9 не очень хороши для защиты, потому что нам надо попасть конкретно в топ-пару, и даже в таком случае у нас будет топ-пара с плохим кикером. Так что это плохая ситуация. Я не против таких рейзов из поздней позиции, при условии, что хироу будет агрессивно играть на постфлопе. Такие рейзы из поздних позиций — это хорошая и сильная игра. Но вам надо быть осторожными. В таком случае вы должны красть достаточное количество банков. К примеру, мне очень нравится такая игра. Хироу зарейзил, поставил кандбет и забрал банк. А такая игра мне не нравится, потому что мы недостаточно глубокие, чтобы что-то предпринимать. Когда у вас или у вашего оппонента в стеке остается в 10 раз больше его опенрейза или меньше, к примеру, как здесь, он рейзит 600, и у него в стеке 6000, то со всеми руками, которые мы хотим играть, нам надо играть или пуш, или фолд. Это дает нам много фолд-эквити, и также это заставляет нашего оппонента иметь руку, что будет случаться недостаточно часто. И также, если мы пойдем all-in, то мы часто украдем этот банк тысячу фишек. А когда мы просто калируем, то нам надо или попасть в руку, или провернуть какой-то мув против игрока с коротким стеком. И это явно не то, что мы хотим. Здесь хиро попадает в топ-пару и донкает, наверное, чтобы спровоцировать блеф. Пожалуйста, чекни на терне. Да, хиро чекает, и это хорошо. И хиро пихает ривер, и это мне не нравится, потому что теперь оппонент скинет все, кроме какой-то пары или лучше. Даже люди с тузом хай скинут на такой пуш, поэтому я бы здесь лучше поставил где-то 1600, чтобы они могли заколлировать, надеясь на сплит. Ну или же с карманными четверками, думая, что они впереди. Хиро здесь сам убивает экшен. Он заставляет своего оппонента иметь хорошую руку, которая у него будет нечасто. Хиро коллирует рейс с тузом валетом, и сдается. Я считаю, что это нормально. Хиро открылся с тузом 6 и поставил кантбет. Его заколлировали, и это нормально. На терне они сыграли чек-чек, и это тоже хорошо. На ривере вышла довольно неприятная карта, но я считаю, что здесь надо коллировать. Заметьте, что здесь промахнулись некоторые ядро, и он может блефовать с 8-9. В этом нет смысла, но он может это сделать. И также у него могут быть какие-то случайные гадшоты, поэтому у нас тут очень легкий кол. Но Хиро скидывает. Я думал, что он идеально разыграет эту руку, но он скинул ривер. Понятное дело, что мы здесь бьем не очень много рук, но когда на терне мы чекаем behind, мы говорим нашему оппоненту, что мы промахнулись, вы говорите ему, что я открылся, поставил contbed, и теперь я сдаюсь. И это абсолютно нормально при условии, что вы собираетесь коллировать ривер. И заметьте, что на ривере нам надо быть впереди только где-то в 25% случаев, а мы здесь будем впереди где-то в 50%, и может быть даже в 60% или 70% случаев, поэтому я считаю, что это большая ошибка. Это обычный подконтроль, о котором я говорю во многих своих учениях, что мы чекаем терн для того, чтобы спровоцировать блеф на ривере. И когда наш оппонент ставит, мы должны коллировать с любой вэлли рукой, потому что мы провоцируем нашего оппонента на блеф. Так что в этой ситуации мы обязаны вскрывать нашего оппонента. Ну ладно, на этом я закончу это видео. Судя по всему, это будет серия из двух частей. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, то дайте мне знать. И я считаю, что у нас здесь довольно хорошая история рук, потому что в ней есть фундаментальные ошибки, но все эти ошибки разного типа, что довольно прикольно. Обычно люди плохо делают что-то одно, и этого достаточно, чтобы ухудшить их винрейт. А здесь я не могу сказать, что мы видим что-то ужасное. Скорее, у хиру много небольших ошибок. Но если в каждой руке мы делаем ошибку, которая уменьшает наш винрейт где-то на 1,1 ББ, то на дистанции нам будет очень сложно выигрывать. Так что определенно обращайте на это внимание. Если у вас есть похожие проблемы, то я буду рад разобрать ваши руки. И также дайте мне знать, если у вас есть какие-то вопросы по этой истории рук, которые вы хотите обсудить. Всем спасибо за просмотр. Это был Джонатан Литтл для PokerStrategy.com